Привет друзья. 11-летняя Супатра Сасупфан из пригорода Бангкока попала в книгу рекордов Гиннеса как самая волосатая девочка в мире. Все лицо, уши, руки, ноги и спина малышки покрыты густой шерстью, что делает ее похожей на волка. Интересно, что сама девочка уже свыклась со своей особенностью и даже гордится тем, что стала такой популярной. Супатра признается, что горда получить звание самой волосатой девочки в мире. Всю ее жизнь другие дети дразнили Супатру, называя девочку обезьянолицей и девочкой оборотнем, однако теперь, когда Супатра попала в книгу рекордов Гиннеса, дети в школе стали относиться к ней совсем по-другому. Я счастлива, что попала в книгу рекордов. Многим людям приходится постараться, чтобы оказаться в ней. А мне задали всего несколько вопросов, и все, рассказывает девочка. Девочка страдает врожденным синдромом амбраса или гипертрихозом, более известным как синдром оборотня. связанным с изменением в хромосомах. Супатра – одна из 50 человек в мире, которые страдают этим редким генетическим отклонением. Ее лицо, уши, руки, ноги и спина покрывают волосы, которые не поддаются даже лазерному удалению. Напротив, становится все гуще и гуще, поэтому мать девочки просто регулярно подравнивает волосы на лице дочери. Теперь, когда школьные мучители больше не тревожат девочку, Супатра наконец-то влилась в коллектив класса и даже стала популярной. Было несколько человек, которые дразнили меня обезьянкой, но они так больше не делают, говорит девочка. Я привыкла к такому состоянию, я не чувствую волосы на лице, хотя из-за них я не всегда вижу то, что происходит вокруг. Надеюсь, что когда-нибудь смогу их состричь, рассказывает девочка. Энергичная маленькая тайка не дает болезни лишить ее шанса на нормальную жизнь. Мне нравится математика, так что я смогу потом учить других детей. Я хочу стать врачом и помогать другим решать их проблемы со здоровьем, признается Супатра. Отец девочки, 38-летний Самруинг рассказал, что при рождении у Супатры, ноздри были шириной всего лишь в один миллиметр, поэтому девочка не могла нормально дышать и первые три месяца своей жизни провела в инкубаторе. Позже пришлось провести хирургическое вмешательство для того, чтобы расширить ноздри девочки. Тогда Супатра провела в больнице около 10 месяцев. В возрасте двух лет девочки сделали еще одну операцию, после чего она смогла нормально дышать. Позже, когда родители Супатры, 38-летние Самруинг и Самфон, забрали дочь из больницы домой, они столкнулись с рядом проблем. Когда наши соседи впервые увидели дочку, они спросили меня, что за страшный грех я совершил. Признается Самруинг. Родители волновались, что другие дети задразнят их дочку, однако она научилась быстро располагать к себе людей, так что у девочки много друзей. Вот такая реальная, жизненная история, друзья. Давайте пожелаем этой замечательной девочке крепкого здоровья, счастья в жизни, любви. Пусть сбудутся все ее мечты, она проживет долгую, яркую, счастливую жизнь. Пусть у нее и ее родителей все будет прекрасно. А что вы думаете по этому поводу? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, под этим видео. Друзья, поддержите канал лайком и подпиской. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках на канале, мои дорогие зрители, до скорой встречи.